так мы приехали на гору димирджи посмотреть на долину привидений мы конечно здесь уже были все это видели но с тех пор как мы были здесь последний раз здесь существенно изменились условия во-первых смотрите сейчас я подойду поближе автокемпинг что-то написано въезд для всех бесплатный въезд для всех бесплатный вот горы наконец-то здесь не жара вот что мы видим дальше смотрите парковка бесплатно вот смотрите большими буквами аж целых два раза для тупых что парковка бесплатная идем дальше что мы видим дальше бесплатные карты путеводители в долину привидений ой какие тут фигурки опасные стоят мужики с топорами нет с кувалдами да что-то уже как-то это начинает становиться подозрительным подозрительным а это видимо голову туристов точно вот видите нам подтверждают о чудо бесплатный туалет лошади правда не бесплатные но не суть идем дальше краник подозреваю что с пресной водой видимо для туристов на бесплатном кемпинге теперь мы видим большую парковку бесплатную пустую ну то что она большая можно судить потому что она не забитая раз место еще есть значит она достаточно большая для того сколько здесь народа вот смотрите можно поставить машину вот здесь можно испечь шашлык здесь можно в общем-то пообедать если у вас есть чу так вот собственно к чему я все говорю как-то знаете ли все это подозрительно чувствую где-то должен быть подвох возможно местные жители питаются заезжими туристами ну а мы попробуем дальше подняться к самим привидениям вы знаете когда я здесь была последний раз мне местечко более враждебным показалось а сейчас ничего все такие милые наверное хотят нас наверное хотят нас пожрать что-то думаешь по этому поводу но не на самом деле очень-очень двоякое впечатление уж реально когда прошлый раз мы здесь были то но так как бы так бы сказать да ну тут были как бы туристам не то чтобы не рады но меня пытались заработать на всем поэтому когда мы здесь увидели что пускают бесплатно то мы во-первых удивились а во-вторых пошли специально зайти в администрацию знать чё как куда вообще они говорят все бесплатно пожалуйста идите единственное раньше можно было на машине подняться на плато а сейчас по моему этого не знали да сейчас подъем на плато закрыт а так в принципе пожалуйста 4 чем от уже я второе место где можно стоять здесь мы естественно в первый раз когда здесь были были вместе с экскурсией и потом следующий раз поехали уже своим ходом и чтобы полазить здесь спокойно время чтобы было больше побыть и мы зашли с какой-то хитрой стороны не со входа со входа мы выходили и вот ваш лима бесплатно а на выход с нас денег хотели взять заплатили или нет я сказал пошли отсюда нафиг а ты что-то так это решила денег дать зачем я не помню честно говоря платили по экологический сбор да просто просто в горах стоит зонтик и сидит тетенька и собирает деньги там он люди ходят вон они ходят с его там вот там вот вот там вот они все ходят вон белый он делает и голубенький звон там вот они ходят да мы тоже пойдем страшно страшно но блин мухи меня сожрали просто какой-то трэш ну давай давай ровняем машинку стоишь 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 на камне на самом верху нормально все ровно теперь будем спать теперь у нас спальник ровный ну все глуши тачку гром гремит надо прятаться почему там где машину поставили на камушек пока мы ее ставили и пока походили потом чуть-чуть вокруг мы поняли что нас там просто съедают мухи их там какой-то бесчисленный множество они не кусаются но они садят пристают облепляют то есть там штук 30 на себе одновременно обнаружить это вообще абсолютно нормально мы поняли что будет там достаточно тяжко ночевать и машину они будут лезть с ученым того что мы форточки опускаем частично чтобы дышалась нормально в общем мы оттуда вернулись обратно на этот бесплатный замечательный кемпинг я ничего походил по этому ранчо да там просто раньше написано на въезде место конечно просто шикарная она настолько располагает к себе тем что там все вот сделаны для себя так вот прикольно здорово классно очень по-домашнему но при этом это все для туристов и пожалуйста радуйтесь тут хотите здесь можете сфотографироваться тут нас павлины живут тут кролики тут там голуби лошади и прочее очень классно короче если соберетесь в крым заехать и сюда посмотрите ну а завтра мы мы ходим сейчас уже наслаждаемся видами а завтра мы полезем наверх и я надеюсь с мавик у нас завтра полетает если погода позволит короче виды просто чумовые ну и плюс еще в дополнение к этому раньше просто супер ночь обещает быть ночь да разбредаются все разбредаются тут сейчас уже гром гремит в горах сейчас вот как раз пытаюсь погода посмотреть будет ли дождь но опять же мы я еще подумал что наверное не стоит куда-то забираться откуда потом будет сложно выбираться что досуга дорога нормально если она будет мокраем и по ней проедем а там где мы собирались стоять там конечно дорожка так себе откуда будет тяжело выбираться по мокрому потому что там и камни и валуны и мы сейчас ехали скользили по сухому по мокрому я думаю будет еще хуже тут сила есть джиппинг за полторы тысячи но джиппинг джиппингом нас то вывезут а машину что там бросим вытянут не уверен порву только чем две гармошки он пойдем магазин искать сейчас подошли к местным спросили где тут есть магазин продуктовый как до него быстрее проще добраться и поинтересовались у них что они думают по поводу погоды потому что гремит и думаете дождь будет будет ли дождь они горит а гремит да это может в общем то и в общем совсем не то гремит это скорее всего танковый полигон гремит тут оказывается за горой танковый полигон тут виноград подавит как может виноградика сейчас на воротном пути зацепим если сторгуемся я думаю уже опять танки приехали а это кто-то доски кидает слушайте здесь такие стройки очень масштабные что-то продают даже давайте молочка парного нет спасибо я конечно понимаю что корову вряд ли кого удивишь такое ощущение что мы в индии как будто мы в индии священные коровы ходят вокруг ну вообще жесть да ну тебя к черту жизнь-то налаживается у нас мари есть виноград сейчас помоем уже вот стол накрыть почти машина рядом только гром гремит совсем не тот ну да все-таки не танки нормальный гром оказался все здесь можно даже кино вечером посмотреть развалится если дождь не пойдет то можно прикольно в общем мы сейчас едим в этом раньше на этом раньше точнее и тут блин опять у меня будет полголовы на вот сюда снимать надо мной так тебе больше надо сюда целиться мне вот сюда вот хорошо вот так хорошо да отлично в общем мы сходили в магазин в котором на удивление взяли вообще нормальное пиво там магазин в глуши в такой невероятно но там даже был шоколад спартак чему мы очень удивились сделали комплимент этому магазину и магазин это прочувствовал в лице продавщицы приятная девушка как бы ну говорит у нас тут тоже гурманы есть поэтому у нас и пиво хорошее и шоколад хороший вот а до этого я отметил из этого магазина вышли люди перед тем как мы туда зашли они вышли оттуда с набором шоколадных конфет вы когда-нибудь видели чтобы ну вот в каком-то сельпо в какой-то просто захолустье в каком-то так вот чтобы какого-то туристическое место популярнейшее в крыму это да тот магазин нет вот в нем продается набор шоколадных конфет фантастика в общем мы сейчас забрались уже сидим не знаю обзор а сейчас может покажет потом вряд ли очень короче тут дрон покажет завтра только приятный мы тут рядом тачку поставили сидим уже готовить и ужинать вот и мне здесь прям очень нравится тут обалденно я вот сижу сейчас вот тупо сижу за мной стена да там какая-то из таких камушков а вот туда вид горы облака горы облака громыхает офигенно вообще очень круто равно здесь такой маленький закуточек мы заняли целый стол да не на самом деле люди которые это все организовали вообще огромное спасибо я конечно понимаю сейчас не сезон и здесь народ уже мало я думаю что в сезон здесь битком здесь на три семьи сидят принимают завтраки обеды ужины вот ну а сейчас пока мне вообще очень нравится отдыхать надо вне сезон я всегда об этом говорили вы не любите толпы народов вообще отлично прям классно единственное что меня немножко сейчас парит это опускающаяся облачность она причем все ниже и ниже опускается и вероятно ночью будет дождь потому что грим греметь не перестает но меня в принципе это не сильно парит я думаю это больше парит ау что меня парит то что будет дождь ничего не парит отлично у нас есть огромный купили огромный пляжный зонт мы его здесь прям поставим сюда привяжем у нас здесь будет навес мы спокойно сможем здесь позавтракать и пообедать и если надо и поужинать единственная беда то что туалет знаете где ой или углу далеко да ну да бежать далеко а так ой кто это кричит привидение нет боюсь что кто-то кричит боюсь что-то придет и сожрется что у нас здесь стоит ладно короче я буду ужинать ужин туристы хорошая тушенка белорусская купили по случаю я перечитал буквально все банки какие были в магазине здесь оказалось наибольшее содержание мяса и наименьшее содержание жира на 100 грамм и реально тушенка оказалась хорошая кому-то название что все я люлику звание отличный тушенка тут мы прячемся от маленького дождика но он совсем маленький но так чтобы не доставлял мне в принципе пофигу я могу и под дождик ну алла сахарная боюсь растает ой там уже вон просвет смотри тучи прошла почти ты посмотри какая красота обалдеть круто давай тушенку есть давай жрать тушенку давай давай дай мне камеру это да пожалуйста смотрите какая там красота вы видели вообще обалденно вот и все